Скажи, скажи, сколько лет я поймал, если я в это место. Во-первых, в детстве я летал очень много, практически каждый день летал, за период лет 4-5 лет. Причем летал очень круто. Монезь была легче летающего, но летал очень круто. И далеко, и как бы я не надувал. В общем, каждый день практически летал. Был момент, когда я вылетал из тела и попадал в космический корабль, управлял полностью. Там были приборщики всякие разные, управлял ментально, знал управлять на 100%. Туда-сюда летали и так далее. Вылетаешь, помнишь, что все знал, но что нажимаете, как управлять, все подключается. То есть два сознания. Ты приходишь туда, там управляешь. Здесь все. И это был не выход из тела, это было какое-то перемещение. Но тогда я не понимал, что это был выход из тела. А еще был выход из тела после мурога, я прочитал, после чего там, когда начало лекаться в эту форму, меня вылечили из тела, забыл. Чувак какой-то просто взял из тела и замерзил. И все, я там начал летать. Первый день получилось так, что я не попадал через стену, где не было запрещено. На второй день, это раз по этой астрологии, я смог переливать стены, но недалеко. И получился у меня на балконе портал. То есть я так высунулся прямо в него, значит увидел где-то с орбиты примерно какой-то город в рыжем цвете. И как-то тут пойти именно раз обратно и туда. И отправился. Это было управляемо? Ты мог управлять или это было спонтанно? Я управлял до момента того, пока меня кто-то не знал. Все, я понял. Как управлять? Он же сам технолог. Он там еще компьютер и все там супер-пупер. Я знаю все. То есть он может подключаться к этой информации. И второй момент, может ли он подключаться к неким разумом, с которым можно вести диалог. Вот как бы идеальная сверхцель. Потому что мысль в чем, что Геннадий Харитонов, через него я с ним познакомился, отдельную историю может быть. Сейчас времени нет, это рассказывает, она невероятная как это все. Но Харитонов, он уже почти не может это делать по разным причинам. Но такого уровня человек и нет. Я пока не вижу. Вот интересно, было бы то же самое со временем, если там будут сеансы получаться какие-то. Просто человек, даже не касается Сергея, а вообще то, что вы проводите, не просто в подсознание залезать в детство, там что-то еще, там это понятно. А именно, чтобы его последовательно подключить к информации, какой-то силик разный выбрать. Ведь Харитонов как говорит? А он лежит там, начинает руки поднимать, там и голос там. С кем вы хотите говорить? У него там набор уже персонажей. С кем там? Бац! И когда мы там были на сеансе, он, например, не знал с кем. У меня только в голове название, помню, хранитель Юга. Бац! И на них там через полчаса мы выскочили. Там вообще нереально там что-то. Вот, вот как бы сверхцель, сверхзадача, которая была бы интересна. Ну, это я скоро виноват, не мешался. Смотри, Владимир, я вижу так, что в этом проблем нет. Доступ туда, скажем так, неизвестно куда, да? Неизвестно. Наступает в определенном состоянии. Не в то, что там регрессия, детство или куда-то. То есть определенное состояние, и тогда есть доступ. Вот смотрим по глубине, смотрим, проверяем, где находится человек. То есть даже, может быть, меньше затрагивать действительно мои какие-то проблемные моменты, они меня вообще не беспокоят. А именно попытаться выйти на какие-то уровни, через которые можно уже попадать туда, где реально доставать информацию не чисто для себя, а общую какую-то информацию. Потому что, например, выходишь из тела, у меня коты там, допустим, смотрят, как я это делаю. Там смотрят, они же видят это все. Потом я раз, выхожу из тела, хоп, в кота. Смотрю его укладами на себя. Я лежу, смотрю на параллельного кота, который там сидит. Я просто раз поминался на экране. Пока перемещаюсь, ты видишь, общался в сторону везде, вокруг. Ну, то есть какие интересные штуки. Ты понимаешь, что ты, когда находишься там, знаешь обо всем. Сюда переходишь, все закрывается. Так же вот сегодня я там досидел, полежал, меня вырубило. Я увидел картину там вообще дикую, какую-то настоящую, ну такое-то. Вот. Возвращаюсь, все, прям отключилось. Я даже не помню, о чем там было. Вот у меня подобный опыт такой был, когда я хотел себя увидеть со стороны. Тренировался, тренировался. Потом я начал видеть себя со стороны. И потом я вижу со стороны, как я сплю и что-то говорю. И такое умное говорю. Думаю, блин, откуда такие мысли? Откуда эти знания? И просыпаешься, ничего не помнишь. Причем с Андреем думаешь, так вот он, вот сейчас я возвращаюсь, туда вот сейчас я все расскажу. Думаешь, блин, даже не помнишь, о чем. Ну, только остается ощущение, что очень что-то умное говорило. Не, я просто знал, что я знаю. То есть я попадаю туда, допустим. Я знаю, что вот, а, ну да, точно. Вот как же я так не догадался? Думаешь, блин, что ты думаешь? Ну, вроде же простота такая, фигня. Ну, просыпаешься, бац, все это. И ты понимаешь, что вот он, вот где-то вот тут. Вот, 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 вот. Ну ладно, пора его класть. Ну что, погнали к игре на прибор для начала? Давай. День не досыпает. Да, я могу. Он может раз, и надо еще. Это вообще сумма. Потому что сейчас мы посидели, это надо за пять минут. Если вот так, это вообще супер. Это супер, но если вдруг окажется, что он глубоко не идет, тогда Андрюха с Олечкой его за собой потянут. Мы на подстройке еще сыграем. Если понадобится, я тоже могу, но я бы хотела поснимать. Я не знал, какая там полная погружаемость и насколько человек погружается. Ну, как спром, как будет, так будет. Не ставь никаких жестких целей там. Он сам согласился. Он говорит, нет, я не хочу гипноста, а тут он в другой раз сам. Чем более, вчера чудеса твои там на семинаре. Нет, нет. Они не знают вообще, зачем пришли, что они будут. Мы именно такой экспромт делаем. Мы сделаем такой экспромт, как есть, так и есть. Они отлично, они вместе с ним сходят и запомнят, где что находится. А может, сами потом туда сходят. Ну, как будет, получается. Серега, будет ли это хорошо? Состоянием организма до погружения и после. То есть у нас здесь это как бы вот такая часть идет. Блин, что, мне по телеку показывать? Показывать? Серега, ты будешь здесь дать вообще звезда уже давным-давно? Нет, я так нигде не люблю, слава Вы. После твоих приключений сволжская группа? Вот, кстати, вчера было вот это приключение. Я вообще не ожидал, что такое может получиться. Вы пришли дубами? Нет, нет. Вот по Сушардовскому вот этому методу. А, вот с лимонцем. Со словами. Вообще пипец. Это очень круто. Ну, вообще вчера... Ну, поставить не измерение. Вчера тут эксперимент, что Вы провели, было круто. Ну, вот я тебе говорю, я сам не ожидал, что это вообще может произойти. Причем, даже вторая книжка, я ее даже не брал его внимания. Я сразу нашел ту, я ходил и искал книжки, где есть. Вот. И из всех этих книжек... Вот он подошел к этой, а она нашла вот эту. И там тоже оказалось, слава Богу. Я просто невнимательный был, я не нашел. Я просто одну искал книжку, потому что там все они технические, там про свет вообще ничего как не было. А можно иметь фамилию и год рождения? Дебальский, Сергей Сергеевич. 1975 год, 25 января. 25... heroom кредит. все хорошо голос тебя ничего не касается пока я не прикоснусь прекрасно хорошо как себя чувствуешь? еще внимательнее садят стерху гаждая мышца глубже Глубже погружаешься. Глубже, 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 глубже. Мало одеться. Расправляешься все больше. Тело возвращается еще глубже. Хорошо. Прекрасное состояние. Прекрасное состояние. Слышишь голос. Слышишь мой голос. Когда прикоснусь, начинаешь понимать, что он касается тебя. Сейчас просто отдыхаешь. Находишься в своих прекрасных мыслях. Прекрасном состоянии. Прекрасные мысли. Прекрасные. Расправляешься. Держишь вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Ты полная безопасность. Я тебя держу и страхую. Что бы ни происходило, ты полная безопасность. Голова ложится как на подушке. Спина ровная, прямая. Прекрасное состояние. Прекрасное. Прекрасно. Прекрасно себя чувствуешь. Хорошо. Казахстан. Прекрасно. Прекрасно. Погружаешься дальше, глубже. Находишься в этом состоянии. Полная доверия. Полная доверия. Я буду. Будет тебя. И погружать вновь. И ты будешь проваливаться еще дальше, еще глубже. Для того, чтобы решить те вопросы, которые тебя волнуют. Полная безопасность. Полная безопасность. Хорошо. Прекрасное состояние. Прекрасное ощущение. Полная безопасность. Полная. Прекрасно. Продолжай находиться в этом состоянии. Садишься в кресло. И проваливаешься еще дальше. Еще глубже. Я тебе держу. Помогаю. Молодчина. Давай присаживайся за спать. Дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше. Молодец. Молодчинка. Каждая клеточка расслабляется. Расслабляется дальше и глубже. Каждая клетка. Каждый орган. Набирается здоровое. Легко. 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 Легко и собой. Тело возвращается на место. А ты проваливаешься еще дальше. Еще глубже. Прикасаясь к правой руке. Застыла рука. Застыла рука. Хорошо. Рука медленно и подсознательно. Начнет опускаться вниз. И когда коснется моей руки. Проваливаешься еще дальше. Еще глубже. Еще дальше и глубже. То состояние. В котором тебе будут доступны те моменты, которые ты испытывал в жизни. Когда у тебя был опыт выхода из тела. Когда у тебя был опыт, который не объясняется. Не объясняется. Не объясняется никакими словами. Твое тело это знает. Каждая клеточка это испытывала и знает. Рука медленно и подсознательно. Начинает опускаться вниз. И начинает погружать тебя дальше и глубже. Дальше и глубже. В твое состояние. В том, в котором ты все можешь. Медленно и подсознательно. Рука начинает двигаться. И ты проваливаешься за ней. Тебя тянет. Дальше и дальше. Дальше и дальше. Дальше и дальше. Спать. Прекрасное состояние. Прекрасное ощущение. Прекрасно себя чувствуешь. Прекрасно себя чувствуешь. Я прикасаюсь к тебе, Оля. И то, что я говорю. Начинает относиться к тебе. Легче и легче. Легче и легче. Голова свешивается. Удобно. Так удобно. Так удобно. Удобный комфорт. Чувствуешь себя хорошо. Удобно и комфортно. Тебя, Андрей, прикасаюсь. Слышишь. Касается и тебя. И сейчас я попрошу вас. Постараться. Объединиться с Сергеем. Объединиться и погружаться в одно и то же место. Одни и те же ощущения. Испытывайте. Каждая клетка испытывает. Одни и те же ощущения. И это происходит сейчас. Нога застыла. Прекрасное состояние. Прекрасное состояние. Рука застыла. Прекрасное состояние. Прикасаясь к левой руке. Рука застывает. Прекрасное состояние. Чувствуете себя замечательно. Чувствуете себя замечательно. И пока вы погружаетесь, и слышите мой голос, я прикосну Сергея в твоей руке, и ты провалишься в то состояние, в то место, где ты получал опыт. Опыт очень ценный тебе. Опыт необъяснимый. Ты будешь чувствовать себя замечательно, в полной безопасности. В полной безопасности. И когда ты погрузишься туда, еще дальше, еще глубже, в своем себе я боял, ты сможешь рассказать. Рассказать о том, что ты там видишь, что ты там чувствуешь, что переживаешь. Прекрасное ощущение. Прекрасное ощущение. Прекрасное ощущение. Слышите мой голос, и погружайте еще дальше, еще глубже. Еще дальше и глубже В свою вселенную Где вы все можете Где вам все по силам Получайте тот опыт Который не объясним Наяву Тот опыт, который приходил к вам во снах Который приходил к вам в ваших грезах Ощущайте это каждой клеткой Каждой клеткой Ощущаешься Больше и больше Расслабляешься и ощущаешь Ощущаешь больше и больше В полной безопасности Чувствуешь себя замечательно Чувствуешь себя так, как никогда дает Полная безопасность Ты приятно ощущаешь Ощущение комфорта Ощущение радости Прекрасное ощущение Фантастическое путешествие Которое Вы все можете В котором вам все по силам Новое Приятное Ощущение и запах Новое Ранее Незнакомое А может быть и знакомое Но напоминает вам То, что вы хотите То, что вы хотите чувствовать То, что вы хотите испытывать Дальше и глупше Дальше и глупше Комфортно Застыла рука Комфортно Комфортно в этом состоянии Комфортно Комфортно Рука застыла Комфортно Прекрасное состояние Прекрасное ощущение Растекается по всему телу Это благостное состояние Состояние мудрости Состояние, в котором Все органы приходят в норму В котором каждая клеточка Выполняет свою природную функцию Восстанавливается каждая клеточка Восстанавливается каждый орган Энергия и сила Прекрасное состояние Погружаемся дальше В лужу В лужу Чувствуем себя прекрасно Чувствуем себя замечательно Чувствуем себя комфортно И прямо сейчас, Сергей Когда я прикоснусь к твоему лгу Ты окажешься В том времени И в том месте Когда У тебя Почему-то По каким-то причинам Исчезло То состояние Исчезло То дарование Которое было у тебя в детстве Оно вернется вновь Так как ты сам знаешь Как его убрать Ты увидишь то, что тебе мешает И оно исчезнет Исчезнет И когда ты вернешься сюда После этого сеанса Этого уже не будет Ты будешь Как и прежде Видеть, чувствовать Слышать И знать Знать то Что знать может только Избранно То, которому Это дано Я прикасаюсь к твоему лгу И ты находишься там В том месте Когда Эти ощущения Эти чувства слуха Вкуса Запаха Видения Ощущения Были тебе доступны Свободны И прямо сейчас Ты знаешь Что тебе мешает И ты убираешь Так как ты все можешь Тебе все по силам Легко и свободно Я буду прикасаться к тебе И это будет происходить Еще легче Еще лучше Еще легче и лучше Мои прикосновения Тебя не волнуют Так как весь мир ушел Ушел На безопасности Тебя стоят И ты По безопасности Ты все можешь Тебе все по силам Прекрасное состояние Прекрасное ощущение Чувствуешь себя Превосходно Превосходно И когда я прикоснусь К твоей руке К твоей левой руке Ты увидишь Что то ограничение Которое тебе мешало Мешало тогда Исчезнет Исчезнет И ты превратишь Новый опыт Опыт При помощи которого Ты можешь убрать Любые ограничения В своей жизни Любые ограничения Которые мешают тебе Достигать твоих целей Мешают тебе Видеть так Как ты можешь Видеть на самом деле Прекрасное состояние Прекрасное ощущение Исчезает 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 Все то что ограничено Все то что мешало тебе жить Все то что не давало тебе Видеть так Как ты это можешь Видеть Изначально Так как задумала природа Ты главе своей жизни Ты все можешь Тебе все по силам Прекрасное состояние Прекрасное состояние Решаются вопросы Вопросы Сергея и Андрея Вопросы Волечки Любые ограничения Снимаются Получайте новый опыт Новый Прекрасный опыт Прекрасное состояние Прекрасное ощущение Прекрасно себя чувствуешь Прекрасно себя чувствуешь Отдыхаешь И погружаешься дальше И глуши Дальше И глуши И скоро Сергей Я буду просить тебя Чтобы ты Вернулся в то состояние Когда ты Знал все Знал все изначально И это все Было в твоем теле Когда я прикоснусь Твоему лбу Ты точно так же Как и тогда Будешь знать все И это состояние Будешь фиксировать У тебя внутри Обучая каждую клетку Своего тела Запоминаешь это Запоминаешь И можешь производить По своему желанию В любое время По своему желанию В любое время Чувствуешь себя Замечательно Чувствуешь себя Комфортно Комфортно И приятное состояние Комфортно И приятное состояние Чувствуешь себя Замечательно Просто Замечательно и прямо сейчас твоя каждая клеточку то каждый орган омолаживается вспоминает твой прекрасный опыт опыт, когда ты контактировал, когда ты получал целиком информацию, которая самостоятельно лилась лилась? откуда? и только ты можешь знать, откуда она льется только ты можешь испытывать это состояние и получать ту информацию, которая дана тебе каждая клеточка настроена на это и получает информацию каждая точечка эту информацию знает и ты ее знаешь, ты пребываешь в этом прямо сейчас прямо сейчас пребывая в этом, ты можешь рассказать что ты видишь, что ты чувствуешь, что ты слышишь, что ты знаешь и не важно откуда это приходит и зачем, ты знаешь все ответы, все ответы у тебя внутри и я приказаюсь к твоему лбу, это становится абсолютно реальным каждая клетка отреагировала, каждая клеточка знает, это твой прекрасный опыт это твое прекрасное ощущение, ощущение знания, ощущение умения, ощущение в котором ты получаешь нужную тебе информацию и в любой момент ты сможешь возвращаться туда и получать нужную для тебя информацию которая просто сама будет длиться и ты сможешь говорить и рассказывать об этом можешь говорить легко и свободно, что ты видишь, Сергей то, что ты хочешь говорить, говоришь в свободном темпе говоришь, то, что видишь, чувствуешь То, что ты хочешь говорить, говори Очень большое количество узлов Это в виде сгущения туч Они по кругу Они очень плотные Они сгущаются Появляются или неоткуда И как бы собираются в одну кучку И растворяются в точке И постоянно, постоянно, постоянно Как будто бы огромное облако Темное облако Постоянно вокруг создает Такие фигуры разные И они Закрывают Уходят в точку, закрываются Вокруг постоянно, постоянно как наслоение я хочу посмотреть они ничего не дают не вижу скажи мне а если заглянуть за препятствия которое ты не видишь чтобы ты видел и можешь ли ты прямо сейчас общаться с какими-то машинами или с каким-то другим разумом который не присущ здесь и сейчас, а присущ что это тебе и ты можешь это делать легче и легче загляни туда, закрыть ничего их много этих тучек, они постоянно в движении, то появляются, то исчезают в точку обратно за ними точно есть что-то светлое, но они очень плотные и у них хаотичный внешний вид они точно темные, но за ними есть что-то что-то точно есть, но я этого не вижу выбери себе тот ценный для тебя объект выбери его и внимательно смотри и чувствуй его внимательно смотри и чувствуй у тебя есть внутри в каждой клетке и в каждой точке та сила которая может прекратить движение которое мешает тебе контактировать с тем объектом который ты выбрал ты можешь использовать силу вселенной ты можешь использовать силу солнца и делать это легко и свободно прикасаясь к твоей левой руке рука расслабленно падает как мокрая полотенца можешь это делать легко и свободно легче и легче и прямо сейчас делаешь это хорошо ты в полной безопасности ты можешь моделировать так как тебе захочется убираешь один объект а остальные объекты разгоняешь так как тебе удобно или отодвигаешь чтобы получать то что ты хочешь получать так как тело твое знает как это делать и делает это прямо сейчас это прекрасно 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 И как это сделаешь ты скажешь одно словом да начнешь описывать, описывать то, что ты видишь, чувствуешь и знаешь, видишь, чувствуешь и знаешь. И эта сила, сила энергии помогает тебе, помогает каждой твоей мысли, помогает каждому твоему намерению, помогает это делать легко и свободно, легко и свободно, помогает делать тебе легче и легче, легче и легче. И в каждой клеточке, это прекрасное ощущение, становится легче и легче, прекрасное состояние, прекрасное ощущение, наслаждаешься, растворяешься, масса удовольствия, масса знаний, масса ощущений, все твои ощущения. Каждый день чувствуешь себя прекрасно. И разгоняя то, что мешает, делаешь это интенсивнее, интенсивнее, получая новый опыт, получая новые прекрасные ощущения, новые прекрасные навыки. И вспоминаются старые навыки, старые, которые давным-давно присутствуют в тебе, но по каким-то причинам раньше они не проявлялись. И сейчас этих причин нету, ты все помогаешь, тебе все по силам. Прикасайся к твоему, мой Бог. Ты видишь этот объект, ты можешь с ним контактировать напрямую, ты сильный и уверенный, все можешь, тебе все по силам. Прекрасное ощущение. Прекрасно со с тобой. Как ты себя чувствуешь там? Хорошо. Ты можешь напрямую общаться с тем, что ты хочешь, с тем объектом, с тем полем, с той машиной. И глотательное движение помогает тебе еще легче и легче общаться. Легче и легче установить контакт и получать ответы на свои вопросы, о которых тебе стоит только подумать. И ты тут же получаешь ответ. Так как ты знаешь внутри все это и знал всегда. Можешь это делать. Что ты видишь? Этот туман, который вокруг, он живой, он стена защищает туда-обратно. Он и не выпускает, и не выпускает. Ты хочешь проникнуть за этот туман? Нет, ни рекомендаций, ни подтверждений, ничего нет. Он и защита, и работают в обе стороны. Позови любую сущность и пускай она выйдет на границу этого тумана. Не входи в этот туман без приглашения. Пускай выйдет любая сущность, любая машина, любой разум на границу этого тумана. И задай ему вопросы, и получи ответы. Те, которые угодно тебе. И это происходит прямо сейчас. Он и есть разум, он и есть сущность. А теперь своим внутренним сильным голосом, своей энергией позови РСТ. Позови РСТ. Он и есть все в любом сущности, транслирует может любого. Угу. И эти ответы ты знаешь тоже. Они в каждой твоей клетке. Ты объединяешься с природой, освоясь в ней. Объединяешься, становишься волной. Волна, волна, волна. Ты волна, ты волна, и знаешь. И ты можешь задать любые вопросы той сущности, которая знает все. И ты можешь задать вопросы по поводу переписки с тем человеком, который тебе известен. С тем человеком, который тебе известен. И ты тут же получаешь ответы по поводу своей переписки с тем человеком. Ты знаешь имя этого человека Геннадий. Ты прекрасно знаешь. И получаешь ответы прямо сейчас. Прямо сейчас. Хорошо. Каждая клеточка знает. Каждый орган знает. Чувствует. Слышит и видит. Если ты желаешь, ты можешь озвучить те ответы, которые ты получил по поводу переписки с Геннадием. Они не представляют ценности. Угу. Они не представляют ценности. Бери то, что представляет ценность. И скажи, почему РСТ не выходит на связь? Мелкая проблема. Громче. Как сделать так, чтобы РСТ выходил на связь? Почему РСТ не выходит на связь? Мне интересно. Полную безопасность. Полную безопасность. Получаешь полную информацию по РСТ. Полную информацию. Легко и свободно управляешь. Управляешь разговором. Управляешь получением информации. Цельная и полезная для тебя информация. Цельная и полезная для тебя информация. Сейчас. Что надо сделать, Сергей? Замечательно. Замечательно. Да. Замечательно. Замечательно. ощущения, знаешь ответы, что надо сделать, чтобы я расстался на связь. Лукавый смех, с их стороны. Лукавый смех, злой вопрос, к чему этот смех? Ты сильнее этого, ты можешь получать ответы, ты сильнее этого смеха, ты можешь. Можешь и делаешь это легче и легче. Ты сильнее этого, твои намерения сильнее, ты можешь устанавливать связь с любой сущностью, с которой только ты пожелаешь. Ты устанавливаешь связь с любой сущностью, которая дает тебе ответы. То, что может тебе повредить или помешать, ты видишь и не устанавливаешь связь с тем, что может тебе помешать или повредить. Только с тем, что приносит пользу. только с тем, что приносит тебе истинные знания. Легко и свободно можешь контактировать. И прямо сейчас мой голос для тебя, Сергей, затихнет и потом вернется вновь, мой голос для тебя затихнет. А потом вернется вновь. А ты услышишь голос Натальи. И голос Натальи будет моим голосом. Он будет голосом твоим, твоих знакомых, твоих соседей. Легко и свободно будет защищать и помогать тебе голос Натальи. А мой голос затихает, и голос Натальи ведет тебя дальше, защищает и помогает тебе. Легко и слышишь меня. Мы пойдем с тобой вместе, мы пойдем с тобой вместе к тем, кто стоит в тумане, за чертой. Но в начале пути вспомни, ну просто вспомни на мгновение эпизод, когда ты был любим, когда тебя раскала мама, когда тебе было хорошо, когда ты был наполнен радостью, любовью и счастьем. Вдохни в себя это состояние любви и счастья, и в этом состоянии мы пойдем к туману, мы пойдем к тем, с кем мы сейчас будем беседовать и к кому будем задавать вопросы. Спроси, что значит лукавый смех. Любовь, только любовь окутывает тебя сейчас, материнская, нежная любовь и детская радость. они защищают тебя от любых возможных неприятностей, они сейчас в тебе, они вокруг тебя, они окутывают тебя, они защищают тебя. – Что значит лукавый смех? – Добрый лукавый смех. – Добрый. – Отлично. – Мы не знаем, что такое РСТ, поэтому они спеются. – А могут ли они пригласить сюда РСТ? – А РСТ – это все, для них нет РСТ, туман общается, я полностью в нем, как будто вывешу, он не впускает никуда, это он. – Это он и есть РСТ? – Нет, он, это не она, это туман, это он, он меня держит, он меня никуда не отпустит, никуда, 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 ни туда, вообще ничего из него, если он идет, это будет плохо. – Хорошо, он защищает, мы пришли к нему к себе. – С любовью. – Держи состояние любви, детской радости, и вспомни это состояние, когда мать тебя любила, и радовалась и обнимала тебя, и в этом состоянии мы будем беседовать. И теперь мы попросим пригласить хранителей Кали-юга. Пускай в эту сторону туман придут хранители Кали-юга. – Если ты видишь их, спроси, кто из сил может с нами говорить? – Он относил, который может быть рядом. – Он относил. – Он сам может отвечать на все вопросы. – Это интерпретация сложно очень через меня передать. Я не обладаю возможностями, только способностями. – А спроси у него, что такое душа? – Он душа. – Он душа всех? – Что такое душа, что такое душа для нас? – Щит. – Щит от кого и от чего? Или для кого и для чего? Зачем? Что вкладывается за смысл в слово «щит»? – И что в спонной состоянии детской любви и радости, когда ты получаешь ответы на вопросы? – Это слишком легкий вопрос. – Да пускай будет легкий ответ. – Вы его знаете. Можешь ли ты связаться сейчас с двойником Владимира из перпендикулярного параллельного мира? – Нет необходимости. – Нет необходимости. – Нет необходимости. – А по просьбе, например, Владимира для знакомства? – Мы знакомы. – Кто он в параллельном мире? – Ага. – Ага. – Ага. – Ага. – У него нетathon. – Ему нет savoir. Чем он занимается? Он есть, готов, хватит. Один параллельный мир у вас только в Англии, их много, обо всех вы все равно не знаете, а один не решит проблему. А как объединить всех двойников из параллельных миров? Что для этого надо? Не время. Как начать процесс объединения и как забрать оттуда силу? А для чего? Для того, чтобы реализовать ее в этой параллели. А кто там будет реализовывать? А зачем там параллель? Мы можем сыграть в одну игру на яркую. А зачем он там? Зачем тогда вторая параллель? Возможно, она была создана случайно, неосознанно. Возможно. А теперь уровень осознанности изменился, и ее имеет смысл схлопнуть и забрать оттуда ресурс. Вы умеете это делать? Вот мы и обращаемся за помощью, кто нам даст инструкцию. Он так внутренне сделает. Вы это параллели, вы, кто и он. Как научиться управлять этим процессом? Что надо для того, чтобы научиться управлять реальностью? Вы меня управляете? Хорошо, я задам более конкретный вопрос. Если мы уходим в прошлое, в прошлом находим момент образования новой параллели, мы можем в этой точке схлопнуть и забрать весь ресурс параллели или нет? У вас не хватит понимания. Что надо для того, чтобы получить понимание? Ограничим. Мозг не сможет это. У мозга не хватает ресурса памяти, не хватает объема или мы не сможем прокачать через тело объем энергии? В чем проблема? Энергии везде. Энергии везде. Ее достаточно. Угу. Не сможет, не хватит фантазии. Вопрос только в фантазии или есть физиологические ограничения? Энергии везде. Продолжение следует... Продолжение следует... Не хватит фантазии. Нужно... Быть неподвижным... И творить немыслимое. Где предел управления реальностью человека? И кто... Совести. Совести. Нет ограничений. Нет ограничений. Совесть это кто нам установил? Или мы сами ее... Наша. Кто нам совесть установил? Программу. И как от них избавиться? Нельзя избавиться. Что будет? Нельзя будет? Ну слышала, можно повторить? Нельзя избавиться. Нельзя избавиться. А почему нельзя? Кто их установил? Откуда взято это ограничение в теле человека? В мозгу. Не в тыль. То есть это программа? Просто надо найти, как их удалить? Ваша программа. По вашей воле, ваша программа. По нашей воле, наша программа? А если мы заявляем другую волю, мы можем ставить другую программу? Не можете. Что мешает? А вы? Мы сами себе мешаем в этих процессах? Наши предупреждения, наш социум, что мешает? Мы так решили. Наши решения. Срок. Пока не выйдет срок. Наши решения. Пока не выйдет срок. Наши решения. Время тоже наше решение. События. Не время события. События. Наши решения. А как время образуется? Когда мы формируем события. Почему на одно событие? Много времени отводится, когда мы управляем реальностью. Одно материализуется мгновенно. Кто управляет этим процессом? Ваши желания. То есть все в нас? Ну и все. Тогда и весь мир в нас. И тот, с кем я сейчас говорю, тоже в нас. Сейчас мое зеркальное отражение. Нет, это не зеркальное отражение. А что это? Это какая-то моя глубина? Или это отдельно существующий разум? Ошразом, а то башразом. И его разум, а то его разум. Их разум, это их разум. А где информация этих разумов становится единой? Вы не поймете. Вы не поймете. Почему не поймем? Что нам мешает? Мозг. Мозг нам только мешает? И хотя бы в чем-то помогает. Нет. Представьте себе без мозга. Хорошо. Как взять энергию эгрегора для управления людьми и событиями? Это очень-то, очень-то. Да. Как делать? Получается. Лишь? Да. Глуб. Да. Получается. Глуб. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Энергии много, но энергии, которой могу распоряжаться я, это выделенная ресурсная линия. Продолжение следует... 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 А это можете? Я знаю. Достаточно воли. Какие ограничения мешают? Вдох. Знаете, ну и делаете. Как мне обращаться к вам? С кем я разговариваю? Как зовут этот туман? Душа. Как угодно. Голи и Андрей тоже находятся сейчас рядом, получают ответы на свои вопросы. Когда они проснутся, они будут помнить ответы на те вопросы, которые приходили к ним. И они смогут рассказать мне те процессы, которые происходили в их сознании после того, когда они вернутся из сна. А я благодарю туман по имени Душа. Я отхожу, и мое место займет голос Олега. И вместе с Олегом мы все будем выходить из тумана с любовью и благодарностью, с детской радостью. И сейчас каждый наполнился детским воспоминанием, когда мой любимый, когда он искренне радовался. Мы входим в состояние искренней любви и радости и благодарим туман по имени Душа. Мы будем выходить из него в состоянии любви и благодарности, не оставляя на себе никаких последствий этого взаимодействия. Мы снимаем из себя все частицы последней тумана, медленно выходим из него. Туман остается в своей реальности, а мы уходим в нашу реальность абсолютно чистыми, абсолютно чистыми и яркими. И если остатки влияния на нас есть, они сгорят, сгорят под воздействием потока любви, который сейчас будет протекать через вас. Через вас поток безбожественной любви, который очищает каждого. Выбирать любое возможное тонкоматериальное влияние, остающееся от этого контакта. И мы плавно удаляемся, а голос Олега приближается. И шаг за шагом мы начнем возвращаться сюда. В этот день и в этот час. Из этого путешествия забрался во все ответы, оставив там все то, что ограничивало, что мешало. Все то, что приносит пользу, все то, что делает вас сильнее, остается с вами навсегда. По своему желанию, в любой момент вы сможете возвращаться в это состояние и получать ответы на свои вопросы. И это фиксируется у вас внутри. Фиксируется у вас внутри. И скоро я начну считать. Считайте от 1 до 3. На счет 3. Полностью проснетесь. Голова светлая и ясная. Тело легкое. Хочется творить. Хочется. Жить. Легко. Легко и свободно. Вы забудете все то, что мешало и ограничивало. Ведь помнить это надо. Забыть это тоже надо. И не обязательно помнить то, что надо забыть. И когда я скажу 3, постепенно просыпаетесь с новыми приятными ощущениями и навыками. Я говорю 1. Начинайте ощущать свое тело. Энергию. Энергия в каждой клетке. В каждом органе. Энергия в каждом органе. Хорошо. 2. Голова становится сверху ясно. Голова как будто подворный воздух. Голова как будто бы родник. Мысли медленно. Начинают появляться. И плывут как облачка. Из ниоткуда в никуда. Плывут светлые и темные. И вы выбираете, какие мысли будут приходить. Какими мыслями вы будете пользоваться. Вы легко это умеете делать. Светлая и ясная голова. Прекрасное ощущение. Легкость. Легкость теле. Прекрасно. По своему желанию вы сможете возвращаться сюда. В этот день, в этот час. И погружаться туда, где вы все можете. Где вам все посылает. Когда я скажу 3. Полностью просыпаетесь. Ощущение прекрасное. Легкость. Легкость и свежесть в каждой клетке. Здоровье в каждом органе. Чувствуете себя замечательно. И я говорю 3. Глаза открылись, потянулись. Доброе утро. Здрасте. Ничего страшного. Сейчас пойдешь в стол. Как чувствуешь себя? Классно? Ольга, как ты себя чувствуешь? Какие молодцы ребята. Стрелка, как ты? Зажибись. Я все помню. Отлично. Почти все. Ну, то, что надо, ты забыл. Ты же помни. Так ты сейчас. А то, что не касается людей. Ты сейчас садишься на прибор. Ну, да. И у меня есть, что рассказать. У меня сердце колотится пипец как. Такой вопрос. Если он такой высший раз, почему он не может объяснить для нас, кто-то его проявит. Мы потом обсудим, что было высший раз. Слушайте. У меня какое-то раздражение. У меня раздражение. Я все равно раздражение. Шикарный, шикарный сеанс. Отлично. Значит, вкратце. От мужчин крепок, что ты это. Сейчас я расслаблюсь? Да. Хотя что-то расслабиться не получается. У меня тело было, тело сковывало постепенно. Сковывало тело. То есть, я когда лежал, у меня напрягались мышцы. Такой пищик, взлететь хотел. Я напрягаюсь, напрягаюсь. И это такое состояние, когда я был маленьким, и тоже так же. У меня напрягалось тело, потом пух, я принял и улетал. То есть, вылеталось тело. Вот примерно такая же. Тебе вернули из детства тогда, когда тебе не летал. Но в состоянии примерно такой же. Я прям так. Нога так чик. Вот, там покачивало, сердце там во-первых, бриф, бриф. Для первого раза более очень недостаточно. Постепенно два-три, там вообще будет. А, в общем, все будет подсознание выше. Поэтому в какие-то моменты мы сейчас сразу. Во-первых, тихо, и всегда было услышно. То есть, я, например... Очень тонкая нить. Очень тонкая нить. И прям по ней. Есть реальная энергия, которая нас вдохреничивает. Да. Из них в нашем сознании. Он сказал, что никакие термины ваши, это полное чувство. Ну и половину чего-нибудь не хватает. Давайте одну минутку... Нославимся. Нославляемся, снимаем указания. Да, Влад. Дректора приду. Нормально, он будет. Степенний вообще. Да, но он остается, он пойдет. Там вообще-то, два-три раза. Он хорошо грузится для первого рака. Володя, надо придумать, как вы в Минск переселитесь жить. В Минск переселиться надо. Слушай, только Белова дом свой еще не продал. Ну, все вот уже. А, туда? Нет, туда продают. Вообще, в мирах осталось в одном. Все хватает. Там уже все. Там еще продано. Все, и хватит, надо нас. Да, все выкратили. Вот попрошу, вот хватит. Ни никаких хватит, уже вырастал. Мою не отдам. Не забывайте. Не забывайте наше время. Нет, колодец. Неплохо, Ватарик, вот тот самый случай, когда попадаешь, все говорят, вот, мы там сейчас спросим, клево спросите. Вопрос очень трудно задавать, потому что вот когда там Летонова, там тоже попадаешь, там, а чего спрашивают? Там тебя тут же ставят на место. Ты спрашиваешь какой-то дурацкий термин, когда вы знаете, что это? И ты бац, там, вы о чем говорите? Там, или какой-то ответ, там, сразу который сбивает 10 вопросов следующих. Они бессмысленно задавать. Ну, тогда можно задать такое, потому что все инопланетяне у нас в голове. Это все равно, что наши психики. Вот он сидит, не дотягивает, это для того, с кем мы беседуем. Вот я что, Володя. Ну, правильно, потому что это у меня хорошо. Вот он говорит, значит, он знает, понимает. Что это? Вот он может объяснить, что это такое. Не мы, задавая понимать, что это, а он. Ну, например, меня там больше всего, там, апогея поразила, что, я это точно уже знаю, что, когда говорят, кто нам задал какие-то ограничения, его сами себе задали, вот как раз, он сама себе поставил вот эти вещи, там, и вы сами все решаете, вы просто не понимаете об этом. Это вот у Критона вот так же будет. Да. Все вещи, там, четко, прям, абсолютно там идет, что... Смотрите, какой отток энергии. Отток? Отток, ага. По всем органам системы не ушел в прогулку. Я не разлютюсь, не знаю, что для нормы это все это строили, наоборот, разогналось как-то, да? А то, что было в гипо-функции, стало еще хуже. Нет, а где было-то раньше? Там, где было-то, а что это за линии, что это значит? Нормально, стало... Это 47 органов. А, это по органам, да? Да. Так, разогнались какие органы? Сейчас, секунду. Расскажи. Зеленый – это условная норма, в коридоре нормы показания, да? Да, в коридоре, да. Оранжевый – это слабая гиперфункция, если бы был ярко-красный, там это явно выраженная, явно выраженной гиперфункции нет. Голубой – это слабо выраженная гипо-функция, темно-сильная, это сильно выраженная, явно выраженная гипо-функция. Так вот, мы смотрим, мозговое кровообращение стало хуже. Оно и так было неактивно, стало хуже. Затромозили, хорошо. Венозная система правое сердце стала меньше, чем было, то есть еще больше в гипо, да, как бы, а вот артериальное, наоборот, разогналось. Дальше пошли, ну, естественно, раз мозговое... Ну, волнение такого намерения было. Мы сейчас интерпретируем, мы интерпретации не делаем, да, мы просто... Это просто... Это средств текущего... Да, соответственно, вот мозговое кровообращение хуже стало, соответственно, пошли органы зрения слуха левая, правая сторона, гайморовые фронтальные паузы, что по восприятию провалилось. Гипоталамус, гипофиз, притормозилась, тинус, ну, эндокринка пошла, гипофиз, грудные железы, ну, вот они эндокринку поцелу, как бы за собой. Так, юмкоузлы, нет, сейчас мы дойдем по силам. Миндалины, селезенка, ну, все, что с эндокринкой связано. Печень тоже меньше стало по уровню, желчный пузырь, желудок, горизонтальный отдел толстого кишечника, нисходящий отдел тонкого кишечника, вот желудочная, глотка пищевод. Где, где с эндокринкой желудки? С эндокринкой пузырь. Короче, это все пошло еще больше в гипо. В том разгон пошел, вот в разгон пошла артериальная система виллерийсерка, то есть генозное, как бы, торможение. Да. Разгон пошла в гортане Тарасея, я тут без изменений, в нем дали, в 90-й год, в разгон пошла. Громкий кишечник, кто-то звонит по этому телефону, чей-то. Ну, какие-то исходящие отделки, вот кишечника. И вот пошли здесь у нас почки, суставы рук и суставы ног. Вот, как бы, мы не можем на данный момент... Суставы рук, суставы ног, напряжение затекли, все понятно? Не факт. Не факт. Не факт. Не, 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 не. Это говорит. Суставы еще энергии. Наташ, Наташ, они напрягались. Они мне как будто на взлет шли. Я сидел, напрягался, 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 я в тот раз ощущаю, что напряжение пошло. И отпустил, да? Я отпустил, да? И почки качать. Ну, ты, по-другому, у тебя были потуги, вынтестила все вначале. Ну, во всяком случае, здесь достаточно явно заметное отличие, потому что у нас было несколько попыток что-то мерить, да? В каких-то случаях, причем у одних и тех же людей разница вот заметно хорошо, а был эксперимент, когда три человека и вообще никаких изменений. Ну, вот мы пока нащупываем как бы какую-то канву, в которой можно что-то мерить и как-то отслеживать. Явно изменились. Угу. То есть мы еще не пробовали прям напрямую чем-то манипулировать, но вот до-после... Отлично. Просто вкратце, пока вот есть ощущение, потому что я помню так, на просто поскольку. Скажи, поделись своим, как бы внутренним, субъективным ощущением того состояния, в котором ты сейчас... Значит, точно, совершенно, что ответов могло бы быть... Да нет, я так... А, отец солнца. Совершенно точно, вот так и встану. Совершенно точно, что ответов могло быть больше, гораздо больше, но по причине того, что мой мозг просто не воспринимает их, они просто не давались. То есть я чувствую, вот очень тонкая нить, очень тонкая нить, по которой приходила какая-то информация. То есть я был как бы здесь, вот, и часть сознания моего, то есть как, я не могу отделить то, что это отвечал не я, то есть у меня нет такого состояния, что это отвечал кто-то другой, отвечал я. Потому что отделить, как бы это сознание, то есть по этой нити, как бы, да, то есть это был я, но отвечал оттуда. Скажи, как бы вот так, такое ощущение. То есть не то, чтобы это в мозг мой отвечал, а отвечал я точно понимаю, что я, потому что я не могу дать другого пояснения, кто это. Такой вопрос, тебе трудно было говорить через силу? Нет, не через силу, просто мне нужно было поймать, ловить вот эту информацию какую-то, да, что мне говорится. И это говорится, то есть это вкладывается в мой мозг, и я должен это произнести, потому что то, что идет оттуда, это не речь. То есть я не слышу букв, я не слышу слов, я не слышу ничего этого, это просто идет информация, она заполняется в мой мозг, и я произношу, и как будто бы я это говорю. Вот скажи, пожалуйста, там вот два типа у тебя ответов, первый Наташа спрашивала, ты сразу отвечал, прям тут же чук-чук, какие ответы были. Как будто бы знали уже вопрос. Как будто бы знали вопрос. Да, причем такие неожиданные ответы, но они сильные. А второй момент, другие вопросы, которые задавались, у тебя была очень большая пауза, ты знал ответы, не говорил, и ты просто думал, или стоп, не поступал. Я спросил, а ты молчишь. То ли ты понял, но сказать не можешь, то ли просто не попадала информация, я не мог просто... что он вот так движется, как во сне, и в раз, когда он уже проваливается, он не может говорить, ему надо, он не начинает говорить, то есть это тоже надо учить. У меня даже была такая, был желание искать, говори громче. Я боялся, я боялся, что не то, что проснулся, а я боялся, что проводит вот эта нитка, она прям такая, болтается там, или-ели, груще скажешь. волос, это признак того, что он глубоко. Во-первых, взрыв не реагирует, можно было посвятить, реакция не будет, он будет довольно-таки глубоко. конечно. Ну да. что сейчас, когда завалилось, большой объем информации, ты мог и дешифровывать, и произносить мало, но в течение недели-двух пойдет клубок раскручивается в твоей голове. И дальше, хочешь записывай для себя на видео, хочешь записывай в цитратку, ну куда-то записывай, а тут ответы на вопросы. Есть один вопрос, момент, что никто там не горит желанием начинать беседу. Я хочу, чтобы там отвечать, да, блин, с лицой было. И когда, там очень гениально было сказано, когда мы спросили, а как там, значит, управлять реальностью, а зачем вам? Это то, что я и говорил, люди, когда хотят, да, значит, когда хотят, они куда-то стремятся, цель, значит, и говорят, что вы хотите, а люди не знают, что они хотят. И точно от нас спросили, а зачем вам это? Вот, типа, вы что? видимо, то есть, ну, нету конкретного, ну, для чего, да. Ну, зачем вам это? Ну, мы хотим, мы начнем, мы начнем, мы начнем, аналоги есть, эгрегоры, но это ваши там, я так понял. шут, очень-то нормально было, там три момента было. Смотрите, сейчас были такие вопросы, и общие ответы. Если мы смоделируем ситуацию для чего-то, вот тогда можно будет уже как-нибудь целенаправленность. Это так сложно, я хочу сказать. Для чего-то? Смоделировать. Сложно начинать, вылетаешь, вот встань уже быстро. я не про это, я про то, что смоделировать ситуацию для вопросов, допустим, да, потому что вот вопросы подготавливаешь, не, подготавливаешь вопросы, а, поговорить, да, потом сразу переводится в струя, куда-то с кем говоришь, ну да, во-вторых, хочет ли он говорить, вот, вот, и, да, вот непонятно, то есть ты играешь слепую, вот не знаю, вот геннадий, он там настраивается на какие-то каналчики, там, какие-то миры там пытаются выйти, интерес проявляют. Мы здесь можем это, слушай, мы можем отшкалировать. Вот это, вот этот я, смотри, вот этот я, это не только я, это вот еще и он. Это тот уровень, когда вы с людьми на это все. Вот забейте, что сказал Сергей, и в этом он был заинтересован, это ему надо, что он начал чувствовать, как в детстве что-то с телом происходит, то есть, можем сказать, как открылся тот канал, который был утерян, да? Это он заинтересован. Может, я просто к ним не обращался? Он понимает, для чего это. Когда он не понимает, для чего спрашивать, естественно, какой вопрос, такой ответ. И мы не раз это получали, смотри, и от Актура, и от Актурики, вопрос непонятен. Что отвечает? Насколько я понял, что такое, стали про РСТ спрашивать, сначала он сказал, что-то такое, можно ли там поговорить, где-то, почему они не отвечают, почему не отвечают РСТ, он ответил, там в ответ лукавый смех. Балденный. Да, да, да. Балденный. Вот, и потом сказали, там, ее нет, типа, зачем, я тоже понимал, там, если это там машина, или какой-то жесткий разум, он только для дела говорит, просто так вот мы балуемся, а это, это, там, не будет никто выходить. Когда ему надо, он выйдет. когда не надо, ты хоть и беседа. Он спрашивает, там не нужная информация, или что-то сказала, эта информация рано там. Ну вот, там, правильно все. То есть, есть ребенок любопытства, а есть, вот, открыт. не понимает, зачем вам, зачем вы хотите чем-то управлять. Управляйте в энергии, вот там и берите, а как? Ну вот, 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 если что-то заметил. Вопрос у Антона, кого спрашивает. Спрашиваем, допустим, какой-то, механизм, у него, значит, какое-то свое мнение о том, что там поразное любопытство, он не одобряет, а допустим, мы берем и спрашиваем у какого-то такого чувачка, который, о, я тебе что хочу скажу, ты моя подруга, там, тралливай, у него совершенно другое отношение к тебе, у тебя к нему, и вы с ним там, и он тебе все расскажет, да, тебе, моя дорогая, любимая, что хочешь, ответы на все вопросы, все тайны мира, там, тралливай. А, конечно, стоит такой, я машина, я вам ничего не скажу, все поделаю, ну, и такой разговор будет. Нет, дело в том, что ответы на вопросы можно получить практически любые, я так понял, не формируется вопрос в том виде, в котором нужно, вот, но то, что полагается на собственную совесть, как я понимаю, как бы, это уже решение твое, видимо, там стоит какая-то, что-то не программа, она же собственная, я не понимаю. это у меня давно, когда-то говорю, то есть, это на вашей совете, то есть, вы должны сами определить, что это природа, а, нет, это у меня такое, природа очень гениально все придумала, когда там говорят, а почему, если появляются способности высокие, да, возможности, как бы этот человек с способностями не уничтожил мир, а я всегда говорю, природа все придумала, она поставила фильтр, а какой фильтр, это нравственность, совесть, вот чем у тебя выше уровень нравственности, тем больше тебе открывается, почему, потому что ты не будешь, грубо говоря, ну можно уже убить собаку любую, но мы же этого не делаем, вот мы достигли этого уровня, когда разрешают, дают возможность это сделать, но мы не делаем, вот я прошу, и вот эти вот вещи, совесть и так далее, это есть блоки, которые сами по себе снимаются, и вот мы сами себе задаем, это говорит человек после того, как хоронит этого товарища американского, да, 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 мы сейчас не обоним, это я так шутка, он сам попросил, он сам попросил, кстати, я привел за, на гублички, привез, вот, кстати, Наташа, вот эта формулировка, по-моему, в каком-то из экспериментов, то ли с Олей, то ли с кем уже звучало, что человек, нормальный человек, не будет просто так ходить, там, как-то мочить, Оля говорит, да, 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 страдать, по-большому счету, то есть можно все, все под задачей, по уровню осознанности, все хочет, человеку не принесет даже в голову, там, кого-то, на глю, то есть, либо созидание, либо разрушение, если созидание. А кто на уровне формирус определенный, и природа видит, что тебе можно давать пистолет, то ты уже будешь его доставать, тогда, когда нужно, чтобы себя защитить, или что бы там... Один, один момент, нюанс в том, что осознанность, это то, что любой из нас может это сделать, может быть любая ситуация, может быть злость, и все что, в мозг может прийти все, что угодно, а вот уровень осознанности, это когда ты взял себя в руки, осознал, что это делать нельзя, и этого не сделаешь, то есть вот, то есть не то, чтобы ты до этого не додумываешься, мозг может додумываться до всего, что угодно, А вот не сделать, то есть дойти до состояния успокоить себя и не сделать этого, вот этот вариант. Ну, мы потом за ним послушаем, потому что, например, микрофон у тебя был близко, возможно, там ноги вспомнили. Там мы слышим, да? Я там процентов 40-30 минут... А у Андрея же спрашивала, что у Андрея приходила. Мозг вообще помогает, да? Ну, про мозг, что в мозг, что для изучения придут, да, он говорит, а вообще мозг нам нужен, он нам помогает. И, кстати, ответ очень плохо был слышен. Плохо был слышен ответ, я не поняла вообще. А когда стоялись? Ну, правда, очень интересно. Покажи, пожалуйста. А по поводу Судрёва, у тебя поздравляю, как офицер. По тутстороннему миру. То есть, это примерно было состояние, когда я ухожу в сон, у меня появляются эти груди, там, такие, перед глазами, там, отсюда уходят, и в точку уходят, и в никуда. То есть, отсюда такая... То есть, собирается такая... Хаотичная такая фигня, она вот где-то вот на этом уровне примерно может быть. То есть, она не просто на этом уровне, она как бы... Вроде бы на этом может быть. Ну, она далеко, а может и близко, там, непонятно. То есть, она собирается вот так вот... Хоп, сюда. Сюда сразу другая, другая, и вот так вот на слоение идут. Потом пелена, вот, пелена тёмного цвета. Она как бы прозрачная, но она очень мощная. То есть, потом туман, который, ты говоришь, не пускает, это душа, да? Была или что? Ну, совесть. Ну, в общем, я отвечал за туман. Я отвечал за туман. Строго конструкции. Я, значит, туман этот не могу. А что это туман? Это туман. Потом... Это туман. Потом... Вот этот туман... Защита. Это программа его, да. Это его ограничение. То есть, защиту снять... Он уплотнился очень сильно. Он очень сильно уплотнился, и я стал просто в каком-то железообразном состоянии, но очень приятным. Вот это все. Я постоянно напрягались ноги, и я хотел взлететь. Ну, это у тебя по пути там, что-то там, понимая, что вот так, что-то у меня напрягается. Сережа, мы так пытались пойти по конвее вот этих сил, там, которых помним, там, машина, там, РСТ, там, хранители. Они для Геннадия. У каждого свои соседи, как бы. Ты их не знаешь, понимаешь, поэтому там... У тебя свои должны быть. Да, у тебя свои соседи, ты к своим пришел. Вот, нельзя взять и говорить о мирах другого человека. У него свои, там, абсолютно правильно. Да, да, да. Поэтому надо наработать вот эти вот... Вот эти вот... Поэтому вот эти эксперименты, что мы здесь начали... Вот сколько людей мы прогнали, да, уже, кто проходил. Я в интернете 44 эксперимента выложила. Ну, в реальности в два раза больше, да. И у каждого своя призма восприятия, у каждого свой мир. И каждый беседует с тем, кто у него. А это, оказывается, его самый жирный ограничивающий таракан, который, вот этот вот туман, который дальше не выпускает. Потому что душа все равно тебе пытается ввалить информацией максимум. И она тебе вваливает как только может. У тебя на диске 1 гигабайт, она тебе пришлет аудиофайл. А если у тебя уже 100 гигабайт, она тебе пришлет фотографию. А если у тебя уже пошли терабайты, да, тебе целый фильм приходит. И ты сидишь, так фу, видя знания, И ещё две недели потом ходишь и дошифровываешь в озарении. но суставы-то показали нагрузку по энергетике вопрос как управлять или что для это нужно какую энергию там вам не дадут или не получится или не хватит у вас возможности ресурсов мозга то есть это то что вы не можете как-то так это ограничение сработало мы будем облачной технологией пользоваться а я как раз хотел спросить а что мы сможем управлять в какой степени но ты не ответил по-моему это там все делали что-то шевелил губами и мы не услышали ничего вообще на счет ресурса облачной технологии что надо договориться нам о термин вот поэтому то что говорится ему да он воспринимает катастрофы и он может рассказать что он под этим подразумевает и что может быть и все что угодно но она не досягаемым моим сознанием ну то есть есть никого нет она достигаема только она во времени тебе упокоиться она перетранклируется во времени ты вот увидишь еще недели две ты будешь ходить и каждое утро тебя хлобыся зарение или там куда-то едешь только в транспорт хлобыся зарение и на каждую момент озарение 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 записывай потому что там и гениальные идеи приходят вообще и хорошие хорошие вещи нам приходит в зависимости от того что тебе интересно как заснуть особенно да вот в этих состояниях но у меня за рулем например накрывает значительно аккуратнее чем я уже куда попадешь куда на искренне но очень сильные вибрации просто все тело вибрировало постоянно то есть тоже пытался выпить и каждый вопрос я кажется знал ответ как будто я узнал уже с самого детства ну то есть смысл его задавать было вообще такое ощущение вот и как будто вы с разогревать и было такое ощущение что надо больше читать книг вот чтобы мозг постоянно думал разогревался и типа так накапливается объем памяти на самом деле у нас мозг я уже давно пришла к тому что он как сито да а если еще люди курят и бухают то это сито дырки становится еще больше да то есть там вообще ни черта не задерживается а если он уплотняется между нейронными связями до состояния что это уже сито хотя бы воду может держать да уже в корыто превращается пускай в дырявое но он уже больше может а если он нормально уплотнен между нейронными связями то он вообще может держать терабайты информации все пуплин либо же пользоваться облачными технологиями тогда ничего себе извините там Продолжение следует... 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 А во-вторых, что это за штуковина такая офигенная, с которой за 40 секунд можно оттестировать все тело и увидеть, где есть сбои, где есть проблемы в физических органах и так далее. Поэтому, так как я не знаю, что отвечать, потому что я даже не знаю название твоего прибора, я хочу, чтобы ты мне дал какую-то компетентную информацию. Ну, если ты можешь сказать два слова хотя бы, либо обещание, что мы с тобой письменно хотя бы что-то распишем, потому что, ну, честно говоря, надо что-то отвечать людям, а я не знаю, что отвечать. Мы можем и письменно написать, и даже в минимальных выборах, либо в основной форме, либо... Хорошо, давай обзор сделаем на среду, запланируем, да? Ты придешь, и мы с тобой, придешь раньше остальных, и мы с тобой просто сделаем прибор. Ну, либо ко мне в гости приедем, либо я сейчас буду... Скажем так, мне нужно, скажем так, концепцию, которую сейчас есть. Ну, я особо очень хочу продолжить прибор. То есть эта тема совсем не такая, как мы его использовали, ступо? Вообще не такая, он значительно круче. Ну, я это представляла, я понимаю, что мы и Вадика прибор резонули вообще не в ту степь, что у него челюсть откисла, чем мы занимаемся, и твой точно так же резонули, да? Ну, давай тогда мы обзор сделаем, потому что, ну, что-то говорить людям надо, я не привыкла обманывать, а я даже название прибора не знаю, но я вижу, что он вообще не висел. Давай, когда договоримся, чтобы у нас не делал, то есть вопрос заканчивается. Да, давай, чтобы не висело, не висело, не висело, не висело. Да, давай. Ну что, я поздравляю вас, космонавты, с первым крещением. Я поздравляю вас с первым крещением. Мы только от крещения уходили, опять крещение. Да, как, кстати, крещение врезало способности человека. Кануэр. Чергенное включение. Вот это аура Сергея до того, как мы начинали путешествие к инопланетным мирам. Так, стой, сейчас вторая аура картинка. А вот это его аура после того, как она обгрызена. Может, есть смысл сейчас посмотреть? Вопрос, кто обгрыз его ауру? На самом деле, можно немножко более деликатно что-то сказать по этому поводу. Возможно, просто было сильно, ну, потрачено достаточно много ресурсов. Да, ресурсов потрачено много. В том числе и умственных, потому что верхняя часть как раз уже не сильно, да? То есть, возможно, попытки им как-то трансформировать. Садись, нет, а сейчас нормально. Как-то, да, пошифровать, выжигало много ресурсов. Ну, то есть ресурс был потрачен, но он не был. А он собрал себя. Мы не фиксируем, что вот этот вот плац и все прямо. Это были вот кратковременные текущие срезки. Да, то есть, понятно, со временем оно восстановится. Ну, да. Нет смысла, как бы, это текущая сию секунды. А восстановится как? Восстановится нормально. Все нормально. Смотри, вот он побывал, смотри, вот есть, ну, это первое, когда до. Потом погружение, сразу выходит замет. А потом как он восстанавливается, как у него меня... А мы же не знаем, это через час или через два, там, или через... То есть, когда у него... Самолет Сереги улетит за это время без Сереги тогда, если мы сейчас подождем. А как у него изменилось? Вот это уплотнение. Это не совсем уплотнение. Мне кажется, что это уплотнение какое-то. Может быть, это... Может быть, это было просто уплотнение, как защитное какое-то. Это результирующее биополе. Оно как бы не в чистом виде, это до фотографии. Нет, на самом деле ресурс потрачен. Он ушел во внутренний мир, и во внутреннем мире ему внешнее поле, оно особо не надо. Мы же видели, что большое количество органов ушло... В торможении, в большое торможение ушли. В форме, да? По всей эндокринке. И самолет, энергетический ресурс уменьшился. Вот мы это видим, как результирующая биополе. Это просто нет необходимости в большей энергию. Да, да, да. Грубо говоря, получается так. Не знаю, вообще идеальная аура, как овал круглого... Ну, если мы видим... Ну, это в обычном состоянии энергетики и функционирования. В обычном состоянии. Ну, да, но мы же мерили дойкость. Ну, смотрите, здесь... На самом деле, вот так люди выходят из метро очень часто. Можно поговорить по телефону, войти в сильный стресс. Но или заходить, кто-нибудь там будет вымесен, и ты будешь в такое состояние. Понимаешь, то есть ситуации может быть много разных, при которых человек входит в такое состояние. Понятно, что технически для человека получится такое состояние, если сравнивать эти два. Ну, вообще, я когда путешествую, у меня на рост, а не, у меня нижняя часть, у меня с землей. У тебя нижняя поменьше становится, а верхняя... Верхняя больше, да, я в космос. Ты в оболочку, ты в оболочку, ты в оболочку входишь. Да, так, что ты медленно-право входила в ресурсное состояние. Ну, да, я в ресурс входила. Вопрос, что делается. Возможно, есть еще разница, что делается и... Нет, сейчас будем накапливать просто этот опыт. Да, в ресурсных состояниях у меня поле увеличивалось, а у него, получается, оно вниз ушло, но он уходил-то со знанием на контакт, контакт с кем, он работал. Он говорит, ноги как у него... Да, да, да. И у него энергопотери были. А я, наоборот, сидела, накачивалась. Это да. Давай посмотрим, он сейчас прошел сколько времени, восстановился. Нет, оно восстановится, это без вариантов. Не надо это? Нет, не надо. Ну, все, все очевидно. Субтитры сделал DimaTorzok